слава украине тут сегодня все ожидали что белорусская армия мол перейдет наступление на нас и попрёт и прямо и прямо я не знаю что будет ну прежде всего потенциал белорусской армии совершенно не такой чтобы да не могли бы нам осложнить ситуацию это понятно что лишнее там у него 16 тысяч по моему человек армия но он не может же всю армию загнать ну лишнее там пускай 5-10 тысяч человек конечно могли бы осложнить ситуацию и серьезно нам помешать но конечно понимаете когда у нас тут уже 190 тысяч русских и ничего не могут сделать то не мотивированная конечно там пяти или десятитысячная армия ну вряд ли чем-то поможет тем паче на очень старой как правило техники совершенно не мотивированная и вот здесь мы подойдем к вопросу почему лукашенко все-таки продолжает стоять на шпагате и не вводит войска вот ну тут все абсолютно очевидно первая его армия как я уже говорил не мотивирована и более того настроена частично особенно в рядовом составе против самого лукашенко потому что там призывники а призывники это в основном те кто очень не любит лукашенко кто входит в те самые 97 процентов народа который лукашенко не переваривает на нюх за никогда не голосовал а знаю что он самозванец соответственно вот эта армия перейдя границы украины попал совершенно другие условия просто на следующий день может развернуть штыки в другую сторону и пойти на минск вместо того чтобы идти в сторону киева и это может случиться с очень высокой долей вероятности а даже если они не развернут штыки то сами понимаете мотивация у них воевать ниже плинтуса еще меньше чем у россиян боеготовность даже не буду рассказывать и соответственно эта армия просто худшем случае для него пойдет назад на минск перебив своих командиров лучшем случае опять таки перебив командиров останется в украине в качестве пленных все да он они рассматривали вариант с заменой белорусских нелояльных лукашенко белорусских офицеров на россиян которые рабы которые рабы путина они там будут они выполняют любой приказ но это опять-таки вызовет массовое недовольство солдат рядового сержантского состава поэтому естественно это все может кончиться только одним что опять-таки этих офицеров каким-то образом нейтрализует и дальше или на минск или в плен то есть тут очень высокую роль играет мотивация самой армии а мотивацию белорусов нет лукашенко об этом прекрасно знает если бы мотивация его воевать была поверьте мне недели две или три назад он уже их отправил в мясорубку поверьте мне если бы он не знал чем это все для него закончится и плюс еще один момент учтите что как там ни крути а белорусские солдаты постоянно на связи со своими родственниками родными которые получают известие из украины которые вот мой канал смотрят частности и так далее другие каналы которые освещают то что реально происходит они вот эти фантазии которые там прт-1 или там был озаренка или еще какой-то сволочи транслируются так вот люди прекрасно знают в какой грубо говоря торбе и заднице находится российская армия в украине что я здесь просто уничтожают и что вряд ли вот эти вот подразделения которые сюда зашли вообще когда-то попадут назад на россию все уже прекрасно понимают что но украинского чернозема много так вот белорусы тоже об этом знают причем они знают свою боеготовность они знают что в случае чего они будут просто пушечным мясом соответственно это еще один один стимул для белорусской армии никуда не лезть теперь еще один момент смотрите под киевом чтобы русские не отступали им за спину ставят кадыровцев за гран-отряды которые будут стрелять им спину ну русские у них знаете на такое дело первых они опять таки повторюсь рабы и они все-все переживают что им не дадут с любую жвачку они на это согласны и на во-вторых у них родина далеко то есть вот те у кого там со спиной эти кадыровцы стоят они могут быть откуда-то из ульяновска петропавловска камчатского еще из кого-то жуткого места где-то я вообще не знаю откуда за 5000 километров отсюда они оторваны здесь у белорусов родные села в пяти километрах получились бы если бы им стреляли в спину ну сами понимаете когда твоим стреляют спину какие-то кадыровцы то несложно спрогнозировать реакцию местных жителей на кадыровцев ну или прочие кто там этим бы занимались а без загранотрядов такие войска как белорусские просто побежали бы или переметнулись на другую сторону в течение суток двух суток это все понятно и лукашенко именно вот этим и объясняется то что он то что никуда свои войска до сих пор не послал хотя кричит что он тут киев берет через за три дня через за три часа и не понял но но кричать не значит кажется обещание значит жениться ну и еще один момент как лукашенко так и многие белорусы надеются все-таки каким-то образом пропетлять